Экономика Знаний Доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международного бизнеса Ростовского государственного экономического университета. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Спасибо большое, что позволили не столько лекцию, наверное, сколько несколько моих мыслей в отношении того, что грядет после индустриализации, что будет после того, как завершится четвертый экономический уклад. Не давать глубокие подробности и не хочу уж слишком забирать ваше внимание и настраивать, погружая в глубины экономики, проблем модернизации и прочее, скажем так, что будет после того, как домино-мартеновская производство канет в лет. Что будет после того, как значительная часть благосостояния государства, как вал внутреннего продукта, будет формироваться в сфере нематериального производства. И я хочу, чтобы после сегодняшней нашей с вами встречи я лучше, между прочим, не поставил ни знака пунктуации, ни восприцательного, ни вопросительного знака интонации, чтобы мы вместе с вами попробовали сами ответить на этот вопрос. А что это такое, по большому счету? Это некий миф, который нам скарбливает завидной периодичностью, говоря о том, что будет уже значительная часть в Восточной Азии, вот эти вот азиатские тигры, они давно туда перепрыгнули уже. Или наоборот, это миф, который имеет право на существование и будет трансформировано в неизбежное будущее, ну, ближайшие, допустим, 50-70 лет. Как пощупать вот эти знания, с чем мы имеем дело, когда говорим, что человеческая цивилизация, она трансформируется. И чем дальше, тем трансформируется быстрее. Вот здесь после меня будут выступать коллеги-представители естественных наук физики. Квот для них, наверное, не понаслышке, может быть, для вас не понаслышке, будет известен закон Гордона Мура, который говорит, что производительность процессоров, наших с вами персональных компьютеров, увеличивается по экспоненте. И за последние 30 лет стоимость одного мегабайта информации уменьшилась в 10 тысяч раз. Хранение, создание и так далее. Что будет, вот чем она будет, вот эта вот реперная точка, дефокационная точка, точка сингулярности. Что будет дальше после того, как будет, ну, например, придуман искусственный интеллект. В прямом смысле этого слова. Не хочу ссылаться на Голливуд, ни в коем с мере не буду обращаться сейчас в Скайне, то есть уже Терминатора мы с вами помним, заезжим до дыры и так далее. Но просто задуматься на секунду, а что будет дальше. Фрэнс Сукуяма, как для него зеркующий футуролог, он говорит, что это станет эпохальной проблемой человечества, потому что он, несмотря на то, что достаточно знаменитый человек в своей сфере, он не берется предсказать, что будет дальше. Не станет ли это событием, экзистуальной точкой для человечества, потому что что будет дальше, вопрос открытый. Это тренд, который более чем поливариантен. Так вот, что бы мне сегодня с вами хотелось, чтобы вы попробовали хотя бы для себя дать ответ на вот этот вот вопрос. Так что же это? Это миф, которым нас отвлекают от реальности загрязнение окружающей среды, вырубки экваториальных лесов, проблему озонного туры, космического мусора и прочее, прочее, прочее. Или это объективная тенденция, к которой мы все с вами идем? И для кого не секрет, вы сейчас возьмете любой свой девайс, гаджет из кармана, вы можете пройтись по углу, можете зайти в библиотеку Сената США, можете посетить музей Прага, можете зайти в ВКонтакте в Однокласснике, поставить лайки, слайки и прочее. Раньше нам надо было идти в библиотеку, получать читательство, перестраиваться в очередь и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас это все настолько упрощено, что человечество столкнулось проблемой информационного шума, что мы с вами, как индивиды, мы не в состоянии даже иногда отсеять зерна от плея, мы не в состоянии с вами, вот в это огромное количество, огромное количество информации, мы не можем выудить вот то самое ценное, которое будет для нас важно, нужно. Говоря экономическим, то необходимое для принятия управленческих решений, для выбора, отказа от одного блака или наоборот, предпочтения другого вида товара, услуги, начало бизнеса или его закрыть тогда. То есть, если вы позволите, вот так вот кратике о пяти минутах, описывая, чему мы сегодня посетим, я так понимаю, ограничен я уже 25 минут, но если я чуть-чуть переберу, я надеюсь, вы меня не забросаете листиками, типа шпаками тоже у меня не будет идти. Ну, а в целом с вами мы с вами с вами поделимся. Спасибо, что я вам сегодня поздно слушаю, за возможность приобщиться к настоящей научной аудитории. Так вот, как я уже сказал, что это неизбежное будущее или миф? Это некий фетиш, который достаточно моден или популярен, или все-таки объективная реальность? При тем, как мы с вами будем говорить, я бы хотел задать вам первый вопрос. Что сделало человека, который известен антропологом как гомо-сапиенс, и привело его на протяжении последних 10 тысяч лет к гомоэкономике? Как быстро мы прошли путь от примитивного колеса шумерской цивилизации до возможности изменять человеческий геном? Как быстро мы это сделали? Если мы возьмем всю историю от зарождения жизни на планете Земля, то наше с вами существование – это тысячная доля секунды. Но мы не имеем права не задумываться, а что будет дальше, а что будет после нас, что мы предоставим нашим потомкам. То ли это будет безжизненная пустыня, или это будет результат известной, теперь уже брата и сестры Вачовских матриц, и мы все с вами перенесемся в виртуальное пространство. Уже сестер. Уже сестер сестер. Быстрание, однако. Так вот, попробуем ответить на этот вопрос. Ну, я не сколь старый, вы тоже достаточно верны Гомера Симпсона, вы помните. Три ключевых позиции, три ключевых момента, о которых я не могу не сказать. Ну, гомо сапиенс мы с вами знаем. А вот эти два остальных товарища, гомоэкономикус и гомо инноватус, человека креативного, человека мыслящего, об этом я хотел бы сказать подробнее. Итак, что для гомо сапиенса нужно? Это носитель материальной и нематериальной культуры, это изготовление орудий труда, это появление вот этого вот фальчика, это способность членораздельной речи, это абстрактное мышление в том или ином понимании. Если мы с вами будем говорить о гомоэкономикус, здесь ситуация несколько другая. Итак, здесь исключительно потребительская философия, достижение блага, которое иногда у нас, ну, несколько вульгарно отождествляется только с деньгами, с личным благосостоянием. И ставится это во главе стола как самоцель развития, эволюционирования этого вида человека разумного, которому характерны следующие, присущие моменты, кроме как достижения материального благосостояния, немаловажный момент, обратите, пожалуйста, четвертый пункт, это человек с высокой экономической интуицией. Это как раз то, о чем, начиная со времен Карла Маркса до наших дней, спорят экономические теоретики. Известные три фактора производства. Труд, земля, капитал. Ниного было как мир, старого как мир или нет. Но сначала появилась предпринимательская способность. Каждый из нас с вами приблизительно понимает, что это такое, это возможность получать деньги, зарабатывать деньги, у кого купить подешевле, кому продать подороже, уговорить, заставить, обокрасть, в том числе, почему бы и нет. Так вот, более современные ученые экономические, из дисциплины экономической теории, определяют не просто предпринимательскую способность, а информацию. Как следующий фактор производства. И эта информация владеет в меньшей степени хомоэкономикус, а в большей степени гомоинноватус, креативный человек. Потому что мало сейчас возможностей обладать трудом, землей, капиталом. Нужно не просто знать момент времени, это информация. Нужное место, это тоже информация. Нужных контрагентов, это тоже информация. В конце концов, нужных акторов, это тоже информация. Как это все объединить в одном месте, для того, чтобы получить прибыль. Этого сейчас мало. Для человека креативного, человека инноватора, является стремление к нетрадиционному мышлению. То, чтобы мы с вами привыкли понимать, где-то частично под креативностью. Дифференцированный подход к решению абсолютно типичных задач. Немаловажный момент. Следует отметить, что это пассионарный вид деятельности. То есть человек готов где-то претерпевать неудачи. Претерпевать даже решение, руководствуясь какой-то высшей целью. Стремлением получить дальнейший прибыль. Таких людей очень много. Так вот, в конечном итоге, что мы получаем? Вот эти три составляющие личностного развития, личностной инволюции. В конечном итоге, если подвести промежуточный итог, можем сказать. Кома-сайдерс. Руководствуется абсолютно простыми инстинктами. И эти инстинкты стоят во главе его эксистенциального выбора. Существует еда, безопасность, ну и основное есть. Если мы говорим о человеке экономическом, это самые два главных представителей. Ну, на мой взгляд, как экономиста. Валютный спекулянт. Ничего сложного. Уоррен Баффет не придумал, как купить подешевле, продать подороже. Второй товарищ, Джордж Сорос. Точно так же, но когда они оперируют не просто уровнем денег, своего домохозяйства, а проводят агрессивные атаки, допустим, на финансовую систему Великобритании, зарабатывая в течение нескольких месяцев 3-4 миллиарда долларов. Ничего не производя, не давая ни одного рабочего места, исключительно владея инсайдерской или внутренней информацией о том, что курс будет либо расти вверх, либо падать вниз. Хорошо или это плохо, каждый отвечает сам для себя на этот момент. Наверное, он не очень задумывается, когда нули прибавляются к его счету в баню. Но в большинстве своем мы не воспринимаем, я субъективно, не воспринимаю его как человека креативного, как человека что-то придумавшего или сделавшего. Почему? Потому что, на мой взгляд, есть другая комборда людей, для которых интеллект, креатив и то, что находится в нашей с вами голове, иногда обзываемая маргарином, маслом, серым веществом и так далее, на мой взгляд, это не все так просто и не все так печально. Потому что есть такие люди, как Стив Джобс, Иоанн Макс, Цукерберг, Брин, Ларри Пейдж, Стив Джобс. У некоторых из них нет высшего образования, но это не мешает получать вот эти вот нули на своем расчетном счете, при том условии, что они дали возможность работы очень-очень-очень-очень. Они создали принципиально нечто новое. Месяц назад презентация нового автомобиля Тесла. Ценой 30 тысяч долларов. Много-немного? Вопрос относительный. Но ноль выбросов в атмосферу, вы заряжаете у себя его дома, спокойно проезжаете без малого 500 километров на одной зарядке. Плохо? Неплохо? Ну, для меня достаточно неплохо. Так, не забыл. До сотни разгоняется менее чем за 6 секунд. По-моему, неплохо для такого гражданского автомобиля, не спортивного. Стив Джобс, ныне покойный, к сожалению, и долго можно спорить, что с этой компанией происходит. У нас вот здесь есть, я любитель этой фирмы. Но, тем не менее, придумать телефон с одной кнопкой, тоже вызов. Был брошен. И рынку в том числе, и нам самим в том числе. Воспримем мы это, не воспримем, вопрос спорта. Ну и, конечно, Билл Гейтс, например. Знаменитые его окошки. Куда мы без них сейчас? Представьте гигантский рубильник, который выключил бы интернет. Не будет даваться подробностей фильма по одноименному рвану «Я легенда». Да, что будет? Но, работая со студентами, я вижу, хватает времени ровно на полтора часа пара. Потом заканчивается пара, сразу что-то, что-то нужно сделать, мгновенно нужно отразить. Хорошо или это плохо, я оставляю это за рамку. Но это превращается в определенный нюанс. Так вот, вот эти три товарища, три вида нас с вами, которые живут в одно время, в одной эпохе и будут определять дальнейшее развитие. Предварительный итог. Интеллект – это критерий, обязательный критерий развития. Наши с вами мозги, как мы их используем, это является определяющим фактором того, в том числе, даже говоря о наноуровне, о нас с вами, о уровне индивида, личности. Это как вы будете себя позиционировать в социуме, чем вы будете заниматься. Кому-то достаточно быть вольным художником, вольным слушателем. Кто-то чувствует в себе предпринимательскую жилку, но вынужден идти учиться, не по специальности, потому что это модно, это нужно. Или, по крайней мере, до нынешнего времени социум восприимчив к бумажке под названием диплома высшего образования. Не важно, это наша объективная тенденция, это наша объективная реальность, в которой мы с вами живем. Но мысль одна – пользуйтесь тем, что у вас вот здесь. Принимать можно различные формы и приобретая черты фактора производства, как я уже сказал, помимо предпринимательской способности, помимо информации, интеллект сейчас начинает доминировать. Кроме того, как я сказал, что любой интеллект в той или иной степени, и говоря о Стиве Джобсе, говоря о Ларе Пейдже, Сергее Брине, Илоне Максе и прочее, 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 нам хочется, чтобы наши мозги, которые хотят кушать как минимум раз в день, а желательно два раза в день, еще лучше, три раза в день, были каким-то образом защищены. Каким образом наши с вами идеи могут быть нераспространены бесплатно? Другая сторона медали это. Что мы с этого будем иметь, если мы, как в том фильме Костоквашина, у нас мыслей много, у нас денег нет. Так вот, как конвертировать наши с вами мозги, наши с вами идеи, как конвертировать вот эту креативность, которая у нас есть в головах нашей идеи, в зонку и монету. Институт придумал, он не нов, и здесь я пролью небольшой свет, я думаю, это для вас, может быть, станет инструментом рассуждения, может быть, наоборот, заставит вас кое-очем задуматься. Это. Все наши идеи, они попадают по три категории. Могут быть распространены в соответствии с действующим законодательством. Это объекты авторского права, смешанных прав, это нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Не путайте, пожалуйста, ни с какой-то другой интерпретацией слова нетрадиционный. Туда относятся научные открытия, корреческая тайна, рационализаторское предложение, породы животных и сорта растений. Если вам удалось вырастить морозостойкую, морозостойкий каннабис, то это тоже очень здорово. Так вот. И, наконец, это не пропаганда, ни в коем случае. Так лучше запоминать на контрасте. И, наконец, объекты промышленной собственности. Это то, на чем, собственно говоря, очень многие компании зарабатывают деньги. Зарабатывают деньги, придумав вот такие вот штучки, с которыми вы столкнулись неоднократно и продолжаете сталкиваться буквально каждый день, каждую секунду, каждую минуту. Средства индивидуализации товаров, работы, услуг. То есть, это некий лифт, это некий инструмент, это некий шлюз, который позволяет трансформировать наши мозги, нашу идею в то, что позволяет рынку выгодно отличить наш товар от конкурентов, нашу услугу от аналогичных. И отдает это предпочтение. Безусловно, есть казусы, есть стратегии. Ну, Nike мы с вами знаем. Китайский рынок не внушается всевозможными различными вариантами. Nike, 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 Nike и так далее. То есть, всевозможными вариантами интерпретации. Но все это является абсолютно, ну, мягко говоря, незаконным. Потому что вы нарушаете права, которые принадлежат корпорации Nike, например. Такие варианты тоже есть. Абибас, наверняка, вы сталкивались, наверняка, вы увидели. Хотя, на самом деле, он такой. Риба такой, Nike такой. Перед тем, что я перейду к следующему слайду. Как вы думаете, вот что бы вы взяли как инструмент охраны, что бы вы охраняли из написания? Угол наклона вы охраняли или нет? Шрифт охраняли или нет? Порядок, цифр, букв в торговой марке, фирменном наименовании. Нужно это охранять или не нужно? В моем понимании, нужно, и это на самом деле так и происходит. Почему? Потому что какая бы интерпретация написания ни была, уверяю вас, это на самом деле так. в крупных корпорациях, где значительная стоимость активов этой корпорации принадлежит нематериальным активам, то есть фирменному наименованию, торговой марки, товарному знаку. Целый департамент занимается придумыванием и охраной способов написания фирменного наименования в данном случае. И придумывают, охраняют они вот таким вот образом, то, о чем я вам сказал несколько ранее. Угол наклона, структура, порядок символов. Охраняют это они все дело в относительных величинах. И не важно, то ли вы на стадионе будете размещать, то ли на своей футболке. Но это все тоже является инструментом охраны системы Air Max, Graph Light, Adidas, новой ткани какой-либо, применяемой в спортивной одежде. Не только в спортивной, но и в вашей повседневной жизни. Далее. Как же вот эта, может быть, несколько теоретизированная штука оказывает влияние на жизнь общества? Ну, вывод приблизительно промежуточный следующий. Первое. Ну, а если, ребята, по делу, все-таки старайтесь обращать внимание на оригинальность. Второе. Объект интеллектуальной собственности, как инструмент перенесения мысленного продукта и его конвертации в деньги, он разнообразен по своей природе. Если он разнообразен по своей природе, он в том числе является публичным. А следовательно, подлежит охране. Если мы ведем речь об охране, соответственно, должен быть создан определенный государственный институт, который позволяет этим всем делом заниматься. Так вот. Если мы говорим, что в рамках государства, государственного института, который занимается охраной вот этих вот объектов интеллектуальной собственности, я все время буду говорить, как инструмента перенесения стоимости из наших с вами голов на наш с вами расчетный счет, когда в государстве скапливается критическая масса вот таких вот идей, которые в один прекрасный момент времени взрываются, мы ведем, в кавычки говорю, безусловно, мы с вами ведем речь о конкурентоспособности государства в целом. И мы с вами можем анализировать и можем говорить о том, что ух ты, а есть Гонконг, как отдельная территория Китая, а есть Швейцария, а есть Соединенные Штаты Америки, в которых уровень конкурентоспособности государств, в том числе и для нас, для обывателей, характеризуется уровнем жизни, уровень зарплаты, доходами и так далее и тому подобное. Почему это происходит и как мы это можем, опять же, не вдаваясь в глубины экономической науки, с вами пощупать. Я недаром сказал, вот вид из космоса в прямом смысле этого слова или добудет свет. Смотрите, нашим с вами предшественникам огонь, он же свет, подарил защиту, подарил разнообразие рационов, то есть не все, что, вернее, все то, что теплое, но сырым не бывает. Социальная стратификация произошла, то есть были люди, которые охотились, но были те люди, которые поддерживали очаг и не допускали его умерщвления или потери. Каким образом вот этот вот с каменного века, знакомый с вами огонь, можно вставить в матрицу конкурентоспособности и оценить уровень развития, в том числе и огня и влияние на уровень конкурентоспособности государства в целом. А очень просто. Пока вы смотрите на эту замечательную картинку, это результат работы американского телескопа Хаббл. Наверняка вы слышали о таком, который направлен на путь зеленых человечков. Решение программы, в прямом смысле это не шутка, американская программа, она не действующая совершенно фантастическим образом, финансируема SETI, Search for Exo-Terrestrial Intelligence, поиск внеземных цивилизаций. Вот, то ли по ошибке, кое гласит научная опасность, то ли в рамках проведения разведки, в том числе и военной разведки, один из пользователей вот этого телескопа Хаббл развернул его не в глубокий космос, а на поверхность Земли. Провел аэрофотосъемку освещенности поверхности Земля в ночное время суток. И, собственно, какая-то позволила мне предположить, выделенную такую гипотезу, что чем ярче светится поверхность Земля или в отдельный регион, тем уровень конкурентоспособности выше. А на самом деле это так и есть. Посмотрите, восточное побережье Соединенных Штатов Хаббл, старый добрый, старый свет. И, конечно же, юго-восточная Азия с полуостровом Индостан, японским архипелагом. Ну и, безусловно, там есть. Не так ярко, но есть. Теперь посмотрим, как же происходит это все дело, если мы немножко применим экономической теории индекс конкурентоспособности, который рассчитывается. Наверняка, не будучи, вернее, даже экономистом, вы слышали о таком ежегодно происходящем собрании в конце зимы Всемирный экономический форум в Довольстве, где там что-то проводят, оценивают рейтинги, конкурентоспособности и прочее, прочее, прочее. Так вот, они проводят и анализируют основные ключевые показатели, которые будут определять уровень развития государства в целом, для того, чтобы понимать для сильных мира СИО, для крупнейших инвесторов, инвестировать туда или нет. Насколько респектабельна эта страна, как объект прямого и портфельного иностранного инвестирования. Так вот, давайте посмотрим, что же у нас происходит с вами по регионам Европы. Ну, безусловно, один из ярких таких вот ночных сегментов поверхности Земля и немножко магии цифр. Посмотрите, да, Дания на первом месте по конкурентоспособности имеет тенденцию к росту. Норвегия, Великобритания, Швеция. Это все те государства, которые не просто, как вы видели на карте, достаточно освещены ярко, но и на самом деле подтверждаются определенными цифрами. Что же дальше? Посмотрим на заокеанное пространство. В Соединенные Штаты Америки интересная ситуация, не правда ли? Уровень конкурентоспособности хаматы значительно отступает, хотя они находятся вместе. Да, кстати, здесь чем ниже рейтинг, тем лучше. То есть, посмотрите, Соединенные Штаты Америки входят в пятерку, в десятку, как наиболее развитых государств мира. Посмотрим на Юго-Восточную Азию. Что там происходит? Ситуация такая же. Тайвань, Ганьконг, Япония, Сингапур занимает второе место. А если вы посмотрите на карту Сингапура и сравнить их с теми же Соединенными Штатами Америки, ну, это так, это вот слон и моська. И тем не менее уровень конкурентоспособности выше. Ну и наша с вами родина. Что мы здесь можем увидеть или имеем? Рано ставить еще свечку за упокой нам. За 4 года, посмотрите, ни много ни мало, на 20 позиций мы поднялись в табеле конкурентоспособности. Безусловно, и я здесь с вами абсолютно согласен, что все эти рейтинги, они, ну, носят экспертную оценку. Они субъективны, но в целом динамику или тенденцию они описывают. Прислушаться к ним нужно. К чему это все проанализировано и осмысленно и передано вам? Для того, чтобы мы могли подумать с вами. Ведь, как я сказал немножко раньше, что всякий труд, он в том числе интеллектуальный, вернее, в первую очередь интеллектуальный, он очень персонифицирован. Все крупные корпорации, ну, мы с вами вряд ли вспомним сейчас главу Audi Bosch Group, главу BMW или Mercedes-Benz, но мы все с вами вспомним Apple, мы с вами назовем Tesla, мы назовем главу Google, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и так далее. То есть эти креативные идеи, они у нас четко визуализируются с неким индивидуальным человеком, который понимает, что в какой-то конкретный момент времени надо браться, засухивать рукава, как говорил в свое время Никита Сергеевич Хрущев, и делать. И делать, просто брать и делать. И нами с вами говорят, что это значит брать и делать? Это вести бизнес, начинать с нуля. Так вот другой показатель, я попросил вас немножко сосредоточиться, еще буквально, ну, 5 минуточек, сосредоточиться на каком контексте. Вы видели рейтинговые оценки конкурентоспособности, а теперь рейтинговые оценки по ведению бизнеса. То есть, если мы с вами говорим, например, что Сингапур, Гонконг, Япония, Тайвань, Российская Федерация, которая сделала очень значительный рывок, два с половиной раза практически улучшила свои показатели по простоте ведения бизнеса, по тому, как легко получить разрешение на начало индивидуальной предпринимательской деятельности, как легко получить разрешение на подключение воды, газа, света, выделение или землеотвод и так далее, и тому подобное, у нас успехи достаточно неплохие. Но, в целом, в мировом масштабе ситуация простая, и вывод очень-очень напрашивается следующий. Смотрите, не всякое государство, которое занимает первое место по уровню конкурентоспособности, занимает первое место по простоте ведения бизнеса. Существует определенный диссонанс. И второе, обратная сторона миндана, не всякое первое место по уровню ведения бизнеса, по простоте ведения бизнеса, определяет лидирующее место по уровню конкурентоспособности. О чем это говорит? Или какую дилемму нам необходимо решить? Если мы отбросим вот эти вот уникальные случаи, на мой взгляд, Сингапур, Гонконг, отдельные, это отдельные страны, отдельные условия внешней среды хозяйствования, внутренней среды государства, если мы отбросим их с точки зрения статистики, как самые выдающиеся для того, чтобы выборка была наша с вами достоверна, можем прийти к следующему заключению, что в планетарном масштабе появляются определенные середнячки, которые, в первую очередь, это скандинавские страны, и во вторую очередь, это Китай. Ну, Китай тяжело назвать середнячком, но тем не менее. Но Дания, Норвегия, Финляндия, они не показывают фантастических результатов по конкурентоспособности, но и не показывают фантастических результатов по простоте сведения бизнеса. Значит, у них есть какая-то изюминка, которая позволяет им найти вот это вот симбиотическое взаимодействие. Конечно, в итоге позволяющее им реализовать один из немаловажных принципов, к примеру, китайской модели построения экономики и, ну, пожалуй, генетических принципов развития бизнеса, обогнать, не догоняя. Они это вполне успешно реализовали. В 2015 году китайская экономика, это экономика номер один в мире по показателю баллов внутреннего продукта. И, ну, я немножко не успеваю со временем здесь, я бы хотел сказать следующее, что если мы с вами бы анализировали более подробно влияние некоторых основополагающих факторов, влияние инвестиций в сектор образования и науки, вот то, что выделили на сцене, вот два наших с вами, два центра развития, которые будут в будущем отвечать за экономический рост. И в конечном планетарном масштабе, и в конечном итоге. Ну, вот такой небольшой, если мы это все дело опустим, небольшой призыв к вам, третий. Если мы с вами оцениваем и получим 20 лайков, как минимум 20 лайков, я обещаю, если не будет организатор электриума против, более подробнее взглянуть на вот эти вот страны, в чем их принципиальное отличие, что позволило Китаю стать экономикой номер один, и что позволяет скандинавским, североевропейским странам достигать и находить, или будет, в чем этот компромисс будет, полагается этот компромисс, который позволяет им, не лидерствуя по конкурентоспособности и не лидерствуя по простоте начала и ведения бизнеса, иметь показатель валового внутреннего продукта на душу населения порядка 30 тысяч евро. У меня все, я прошу прощения, если я перебрал, много информации есть, я бы еще хотел рассказать и немножко проявить свет, но оставим это тогда дело небольшую как интригу на будущее. Если у вас будет вопрос, с удовольствием отвечу, мне было приятно поделиться с вами своими мыслями, я видел, что вы не очень зевали, значит могу предположить, что вам где-то было интересно. Спасибо большое. Два варианта, либо ничего не понятно, либо заставить нас. Да, спасибо. Как вы с точки зрения экономики, скажете, я не знаю, ответственно на такой вопрос, как влияют продукты в открытом доступе, который open source, я не знаю, как по-русски называется, на экономику страны, например. Как они, вот вы сказали, на интеллектуальную собственность, как они влияют на вот это все, на развитие это дает положительный или отрицательный эффект на экономику? Спасибо. Если это, наверное, очень сложно. Нет, нет, ну, Салак скажу. Первое мое слово, как пользователя, да, я пользуюсь этим. Второе слово, как ученого, если будет создан механизм, который позволяет до уборщицы на киностудии получить определенный доход от проката фильма, это будет здорово. Сейчас эта процедура не реализована. Союз кинематографистов сколько бьется, не бьется, музыкальные продюсеры сколько бьются над формализацией, над узаканиванием этого процесса, над созданием какого-то инструмента, то не всегда это хорошо получается. Я вижу, секунду. Кинотеатр Ivy.ru, да, есть, известен. Можно посмотреть фильмы в хорошем качестве, можно купить, можно взять на прокат. Но этот механизм реализован. Количество таких кинотеатров очень-очень ограничено. Пользователи Apple, есть Apple Store, есть iTunes, вы можете скачивать, смотреть, пожалуйста. Но этот механизм реализован. У нас пока в нашей стране нет. Я признаю, я пират, я пользуюсь пиратскими продукциями. Хотя, как экономист, я понимаю, что выгоды этого государства в целом не приносит. Продолжение темы. Как вы относитесь к наугу на диски? DVD, CD-диски, которые снимает наш дорогой Михаил? Ну, к Никите Сергеевичу я достаточно уважительно отношусь. Я в Ростове не так давно, до этого жил в Донецке, в Украине. Поэтому могу сказать, что эта же процедура была попытка сделана... Ну, Украина нет, ДНР, чтобы быть политкорректным, как вам больше раз. Юго-Восток, наши соседи. Такая попытка была сделана в Украине 7 лет назад. Никакого ощутимого эффекта государственного бюджета не почувствовала. Это вообще без смысла. Не почувствовала. Как пользователь, я могу сказать одно, и как человек, который обладает каким-то, ну, интеллектуальным капиталом в том числе. В моем понимании, интеллектуальная собственность, это как ветер, его невозможно посадить в темницу. Вы, если вы хотите что-то охранять, вы должны отключиться от внешнего мира, от интернета и так далее, и тому подобное, если вы что-то хотите сохранить. В Европе, в Старой Европе, боролись с этим очень просто. С какой-то идеей автор отправлял письмо сам себе, хранил это письмо не получ, не открытое у себя в сейфе. Если возникал этот прецедент, только тогда открывалось. Ну, не хочется в 21 веке возвращаться там в 50-е, 60-е годы, в прошлое века или еще раньше, в 1860-е год, когда была принята Европейская конвенция о защите прав авторов и так далее, и тому подобное. Эффектно никакого это не даст. Смотрите, буквально еще одну секунду, смотрите. А вот если бы снизить стоимость, рецензионный диск в Украине DVD-шного формата, или Blu-ray формат, стоил порядка 30 долларов. Ну, достаточно дорого. Вопрос к вам следующий, встречный. А если бы снизить эту цену, там, допустим, условно говоря, до 5 долларов, вы бы отдавали предпочтение торрентам, или бы вы пошли в магазин и купили рецензионный диск, который бы посмотрели, продавался, не продавался, но вы бы купили бы рецензионный диск. Как бы вы поступили? Сейчас же берутся даже за обычные чистые диски на лоб. И это не только за записанные видео. Это вообще. Ну, я вообще считаю, что... Я думаю, что это... Я думаю, что это... Чина стоимости, там, 5% на лоб. Что это архаизм. Чем дальше, тем больше, вообще, ну, носители как таковы, они вообще, я думаю, в ближайшие, ну, десятилетия точно, они уйдут. Ну, хорошо. По поводу, тогда, продолжим, нового налога на этот год, который сейчас работает в Москве, в Петербурге, и, как бы, сдерживается от не выпущенных федеральным законом. Его вообще, вот, принятие в дальнейшем, как это повлияет по вашему? Я обязуюсь к следующей встрече, я ознакомлюсь более подробно с этим законом. Я не готов обсудить пока правовое поле досконально интеллектуальной собственности России. Я познакомлюсь, я вам, если вы позволите, тогда я поделюсь своей точкой зрения. Вы показали статистику по странам, где выгоднее вести бизнес, где выгоднее открывать, а по регионам России, по округам. Есть такая статистика? И примерно, как вы выглядите? Нет аналогии, не проводится процедура ранжирования регионов России. Это точно так же не делалось и в Украине. Здесь мы очень похожи. Не делалось. Была попытка, ну, скажем так, в Украине каждый регион писал стратегию инвестиционного развития. Здесь нечто подобное тоже есть. В Ростовской области стратегия, допустим, пишется до 2030 года. Где-то можно предположить, опять же, как инструмент научной абстракции, прямо это, хорошо ли это, плохо, но я думаю так, что можно попробовать с большой долей вероятности, что чем выше рейтинг губернатора в табеле, тем простота ведения бизнеса лучше. Потому что, опять же, это очень трудоемкое дело проанализировать вот эти ключевые факторы, 14 единиц факторов, а по большому счету это порядка 300 показателей нужно проанализировать, чтобы вывести вот этот интегральный рейтинг регионов из 89 субъектов федерации, вывести табель о рангах, ну, достаточно сложно. Идея очень отличная, попробовать можно, но только всеобщими усилиями. Ну, мой журнал «Эксперт» делал этот анализ именно про статьи ведения бизнеса, у них они по Николаевне, к минимуму по югу России что-то было такое. И по городам отдельно. Но если говорить по городам, на первом месте Краснодар, Восток на втором. Согласен, абсолютно верно. По регионам, по-моему, Белгород, Нижний Новгород, ну, Белгород точно, на первом месте. Там очень сильный губернатор, и они очень много делают для бизнеса. Вот видите, ну, я приблизительно, в подтверждение моих слов, вот коллега сказал, что чем выше рейтинг губернатор, чем он более качественный хозяйственник, скажем так, тем он, наверное, ну, вероятность того, что он обращает внимание на простоту ведения бизнеса. И второй момент, очень немаловажный, нужно запоминать, что, нужно помнить, вернее, что ни одно рейтинговое агентство, которое мы бы не брали, Всемирно-экономический форум, Довозские всевозможные институты, менеджменты, конкуренции, Moody's, Fitch и так далее, они до конца в открытый доступ к свою методологию не выкладывают. То есть они перечисляют, что он не анализирует. Но, допустим, удельные веса, каждый из показателей, они не приводят. Ну, а вы, всем здесь люди-взрослые, вы прекрасно понимаете, что если приедет иностранный инвестор, его с хлебом в солью встречают, это будет один рейтинг. А если его встречают топливные пограничники, таможенники, то это будет другой рейтинг совершенно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.